Доброе утро, коллеги! Действительно, в Европатории арендаторы уже приводят пляжные территории к курортному сезону, приводят их в порядок. И в этом году появились нововведения, это информационное табло, и, конечно же, приведение к единому стилю. У нас в студии сегодня находится арендатор пляжей Татьяна Шевченко. Татьяна, доброе утро! Доброе утро! Почему вы занялись именно проектами с пляжных территорий, и что это у вас за проекты? Наш проект уже существует три года. Это пляж Горький и пляж Горький детский. Идея родилась, наверное, три года назад, когда Министерство туризма объявило о конкурсе на благоустройство пляжной территории. Тогда мы разработали проект, участвовали, выиграли. Ну и я считаю, что успешно его реализовали. А почему именно занялись пляжными территориями, благоустройством? Ну вот как-то эта тема была интересна, и когда появилась такая возможность, решили, что пляжи все-таки мы хотим ими заняться. Ну что касается подготовки к курортному сезону, вы уже начали готовиться? Да, конечно, мы начали готовиться к курортному сезону, и подготовка, я считаю, делится на два этапа, так как у нас уже есть опыт. Есть техническая подготовка, это ремонтные работы, покраска и так далее. А есть подготовка с документами. Основной документ открытия пляжа территории – это паспорт пляжа. Чтобы его получить, нужно подготовить целый комплект документов. Это лабораторные исследования морской воды и песка, радиология, исследование морского дна, подготовка матросов-спасателей. На это все нужно время, поэтому этим нужно заниматься именно сейчас. Ну а по времени сколько это занимает? И, конечно же, специалистов вы приглашаете, а у них, наверное, свой график есть. Конечно, у каждой инстанции свой график. Это от 20 до 30 рабочих дней, это, допустим, исследования лабораторные. Поэтому месяца два, наверное, занимает весь процесс оформления документов. Ну а что касается вообще благоустройства пляжа, то есть сейчас какие работы проводятся? Сейчас проводятся ремонтные работы. То есть мы приводим все наши строения в хороший вид после зимы, так как зима прошла. И ждем хорошую погоду, чтобы приступить к покраске. Ну а что же касается единого стиля, все пляжи приводят к единому стилю. Расскажите, что это, как это выглядит. Ну и, соответственно, к началу курортного сезона, я так понимаю, что они должны уже быть готовы. Да, конечно. Единый стиль был определен еще три года назад архитектурой нашего города. Поэтому на сегодняшний день каждая пляжная территория имеет единый стиль. Он представляет собой белые легкие конструкции, теневые навесы, душевые кабины, раздевалки, дорожки. И все это имеет один вид. Поэтому наш пляж выполнен именно в таком стиле, как и все другие пляжи уже. Ну а ваш пляж будет уже готов к началу курортного сезона? То есть вы уже рассчитываете это время, да? Конечно, мы рассчитываем это время. Наш пляж будет готов. Мы ждем всех 1 мая. Мы уже будем открыты и готовы принимать гостей. Татьяна, спасибо вам огромное, что вы пришли на наш утренний эфир. Я желаю вам, чтобы у вас все получилось из пляжной территории и по уборке, и по благоустройству. Ну а, коллеги, я передаю вам слово. Обязательно приезжайте к нам в гости. Обязательно приедем. А вам, Антонина, большое спасибо. Желаем вам отличного настроения и только добрых вестей. Напоминаем, на связи была Евпатория и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Антонина Бугреева.